Смотри видосы раньше всех и без цензуры, ну или просто поддержи Мишу Дарко на Бусти. А когда мы добьем соточку подписчиков, раз в месяц будет выходить эксклюзивный обзор, ссылочка в описании. Начиная с пятой части, серия Hellraiser окончательно сменила вектор в сторону кино-онтологии, предлагая зрителю с каждым последующим фильмом новые истории разной степени упоротости. И если в настоящее время пятерку было интересно рассматривать не сколько как часть франшизы Восставших, а сколько как дебютный проект Скотта Дерриксона, то шестой фильм примечателен тем, что начиная именно с него, франшиза начала стремительное пике в пропасть. В шестой части, с подзаголовком «Поиски ада», так же как в пятерке, да, я не верю Скотту Дерриксону, был использован левый сценарий с последующим добавлением в него шкатулки и синобитов, чего студия вообще не стесняется. В режиссерское кресло этого и последующих двух фильмов франшизы присел Рик Бота, который в первую очередь талантливый оператор, принимавший участие в съемках многих крутых кинцов, например, баек из склепа «Демона ночи». Ну а об его режиссерских талантах мы поговорим прямо сейчас. Ну а с вами, как обычно, Миша Даркой. По традиции ставьте лайки и пишите комменты, если хотите увидеть обзоры на остальные части «Восставшего» и на ребут, который выйдет уже в октябре. Эх, хорошо, что я уже давно не студентик, и у меня есть масса времени, чтобы заниматься любимым делом. Ну а для тех, кто сейчас грызет гранит науки, у меня есть топовый подгон. Ворк 5 поможет тебе успешно закрыть все осенние хвосты и отчет по практике, сделает тебе курсовую или диплом под ключ, так что вредный препод потеряет дар речи. Тебе ни на что не придется тратить время, просто оторвись от игрулик, заполни форму с требованиями и прикрепи методичку. Дальше твой личный менеджер подберет автора эксперта в предмете и проконтролирует выполнение работы, а отдел контроля качества строго проверит ее в три этапа, включая антиплагиат. Дополнительно тебе могут оформить текст к защите, презентацию и раздаточный материал, но поспеши, ведь в сентябре цены на 20% ниже. Хех, люблю сентябрь. А по моему промокоду DARKON09 вы получите дополнительную скидочку в 20%. Круто, да? Ссылочку на Ворк 5 вы найдете в описании. Ну а мы переходим к обзору. Представление начинается. Итак, фильм стартуется. Да, Эшли Лоуренс вернулась к роли Кёрсти спустя практически 10 лет после прошлого появления. И удивительно, как она вообще согласилась на участие в проекте, учитывая то, что, без шуток, ее гонорара за роль хватило лишь на покупку холодильника. Не самого дорогого. Скорее всего, переносного. Короче говоря, Кёрсти уже взрослая, замужняя женщина, которая со своим супругом Тревором готовится перейти к третьей базе прямо в авто. Как вдруг? О, чёрт! Ну, почти. Машина падает в реку, что, вероятно, является отсылкой к колдовому карнавалу душ, на который шестой восставший сильно ориентируется сюжетно. Ну, это было неожиданно. Короче, сливают Кёрсти, ибо не она ГГ фильма, а ее всратый муж. Вау, ништяковый монтаж! Вау, ништяковый монтаж! Чувак очухивается в больничке, в которой пациентов обкалывают героином и кладут хер как на санитарные нормы, так и на письменное согласие для операции на мозге. И эта сцена могла быть не более чем просто отсылкой ко второй части, и если бы не фраза... В течение этой операции я попробую смешать подсознательные воспоминания с реальностью. А в совокупности с тем, что ГГ постоянно ловит бэттрипы и видит то, чего нет, даже не кушая запрещенку. Искушенный зритель выкупит финальный твист уже на первые десяти минутки, но будет прав лишь наполовину. Не суть. Короче говоря, операция оказывается сном, а с момента гибели Кёрсти уже прошло энное количество дней. Тревор страдает от головных болей, но тактильная связь с молодой докторшей помогает крови отхлынуть от мозга к другому органу. Я помогу тебе поправиться. Ловлю вас на слове, доктор. Он что, клеится ко мне? Так как тело Кёрсти не было обнаружено по причине того, что её обглодало речное чудовище. Наверное. За расследование берётся дотошный детектив «Чёрный динамит». Я хочу проверить все варианты. Может, мне съездить с вами и смотреть его место? Мы организуем вам полицейский эскорт с мигалками, как президенту. Напоследок, словив спойлер... Вы выглядите как утопленник. А ты как погорелец, уголёк. Тревор на автобусе отправляется домой. Может, вырубить это? Музыку. Музыку. Вырубите её. Мда, я уверен, что во всём этом происшествии с Кёрсти герой больше жалеет о том, что утопил машину. Квартира встречает Тревора унынием, а пачка салфеток рядом с фото любимой намекает на то, как мужичок проводит свои вечера. Он делал с ней то, о чём Стив только мечтал. Работает же Тревор бумагом-оракой, и в офисе мы знакомимся с его коллегой Душнилой, который является надоедливой занозой в заднице. Напечатай хотя бы пару чисел, чтобы они видели числа. Но офисные будни без Стива Карла максимально неинтересны, поэтому нас через визитку... Решаем любые проблемы. Тогда реши проблему глобального потепления, если не пиздобол. ...переносят во флэшбэк, а именно в швейный цех, производящий абибас размера оверсайз. Там Тревор встречает продавца ёлочных игрушек. Если ты решил открыть коробку и выпустить сокрытый в ней, уйти назад не будем. Я бы не стал ему доверять, у него очень подозрительный взгляд. Нет, цену узнаешь позже. А в первой части Азиат выручил за неё пару прожиточных минимумов. Короче говоря, да. Шкатулка тут, конечно, имеет место быть, но о ней чуть позже. А вот. Теперь что? Нихуя ты, скример, слышишь? А это, друзья мои, босс главного героя. И интересны тут две вещи. Во-первых, именно эта актриса изначально должна была играть Кёрсти. До того, как Кэшли Лоуренс согласилась вернуться к роли. И во-вторых, она очень любит... Член? Вот что? Так, Тревор. На самом деле выяснится, что Тревор тот ещё ходок, и жёнушке изменить для него было проще, чем за молоком сходить. Но не в этот раз. Попробуй хоть что-нибудь сделать. Ребята из службы безопасности были в восторге и уже отправили видос всему офису, сделав из чувака звезду нижнего интернета похлеще, чем Сергей Симонов. Далее Трев заезжает к детективу, который начинает уже в открытую подозревать мужичка. Складывается такое впечатление, что вы столкнули машину в реку официально. Адвокатом мне, блять, ты эдакая. Было ли что-нибудь такое, что произошло перед аварией, о чём вы не упомянули? Да, сеанс интенсивных щекотулик. Бесполезно проведя время и пересравшись из-за криповых копов. Да, я бы не хотел, чтобы он провёл мне допрос пристрастием. Мужичок отправляется домой, но внезапно. Глядите, гандо на голове и пидорские брюки. Эм, я не уверен, синобит ли это, но в этой части они, как и в пятёрке, прикручены к сюжету постольку поскольку. Но там они хотя бы смотрелись прикольно. Здесь же акцент максимально выкручен на галюны и дичь. Блять, ты что, ел сашими, и на ужин? Всё это оказывается очередным видением, которое прерывает соседка Тревора, пришедшая похвастаться бляда-тату. Если захочешь поговорить, ты знаешь, где я живу. Задница отпад. И хоть убей, я не понимаю, в чём секрет успеха Тревора с женщинами. Видимо, у него есть тот самый мифический Баби Магнит. Ведь не успевает мужичок выпроводить одну пассию и поностальгировать по временам, когда он ни разу не пытался убить жену шкатулкой Лимаршана. Случается. Я вся мокрая, можно войти? Но в падике гуляет перекати поле, зато в квартире... Что это? Просто проверка на выдержку. Скорее, отработка квартального плана по Кунигусу. Обычно у тебя уже всё было готово. Да просто он импотент! Можешь попрощаться с повышением. Иди давай, шмонька, остальные 20 работников офиса сами себя не соблазнят. Вот так. Тревор. Начинается концентрированная мистическая срань, но внезапно на записи синобиты, один из которых выглядит как сесястый Боб, если бы тот открыл шкатулку, убивают Леди Босса. Нет! Здорово, наверное. Получать деньги за безделье. Ебать, какой же ты душный! Душнила в ахуенезе от залипонов Тревора и по-братски направляет его в кабинет акупунктуры к доктору Глории Глории Холовне. Ты имеешь что-то против готовых кубиков льда? Зачем здесь зеркало? Чтобы тебе удобнее было выдавливать этот прыщ на носу, боже! Но как только акупунктурщица отлучается, происходит как вдруг из плаката о том, куда втыкать иглы, вылупляется Пинхит, дабы его покритиковать? Если б мне такое вдруг померещилось, я бы уже давно в штаны наложил После этого Тревор отправляется в полицию, где напарник шоколадного детектива сообщает нам очень занятную деталь Отцу Кирсти, ее дяде принадлежало немеренной акции, когда она вдруг погибла Так, я правильно понимаю, дяде-извращенцу, который забывал стричь ногти, и папе Ларри, с которого этот дядя снял кожу, принадлежали дорогущей мега-акции? Но это же безумие Режиссер со сценаристами вообще смотрели оригинальный фильм? Или, увлекшись распилом бюджета, они смотрели только в экран банкомата? Новость о наследстве Тревор решает отметить наглым подглядыванием за соседкой Черт возьми Можно у тебя что-нибудь позаимствовать? Как ни старайся, ты не сможешь взять домой его член Мужичок уже было выгнал искусительницу, но после непристойного предложения Тами, привяжи меня Мисс Робинсон, вы пытаетесь соблазнить меня? Все-таки пускает в дело хоботок, но как вдруг? Тревор очухивается весь в кровище и по трупику любовницы понимает, что оконфузился И я на этом еще не акцентировал, внимание, но игра Дина Уинтерса просто никакущая И он в подметке не годится Крейгу Шаферу из пятерки Вот, зацените реакцию Тревора на крипового мужика в своем зеркале, который будто только что сбежал с садома за тусовки Все проблемы решаем Такая бездарность Тело соседки пропадает, более того, она оказывается жива-здорова и, по всей видимости, состоит с ГГ не в настолько близких отношениях, как ему там чудилось Я могу помочь, парень Название своей диеты не подскажет Далее Тревор вновь отправляется в полицейский участок, где бывает даже чаще, чем на работе Так, с ним покончено Что обо мне пиздели? Оказывается, полисмены взяли душнилу в обработку Более того, тучи над героем сгущаются, ибо копы обнаружили шкатулку со следами крови Это была авария, детектив Я верю тебе, Тревор Ты изменился И фильм, будто чуя, что зритель пиздецки устал от неугомонных трипов в ГГ, решает вбросить кое-какую важную для сюжета информацию Мы же не можем здесь просто за спасибо работать О чем ты говоришь? Я говорю о наследстве, о нашем плане Становится очевидным, что голубки состояли в неком сговоре О котором Тревор умудрился забыть из-за галлюцинаций, мигрении и огромного геморроя И дабы вылечить память и душу, мужчинка вновь отправляется на сеанс иглоукалывания, где берется за старое Похоже, голова с промежностью не дружит Ну, все уже поняли, что в каждой сцене с акупунктурщицей есть очевидные отсылки к основному инстинкту Эротический триллер во вселенной Восставших, как вам такое? Им стоило назвать фильм Восставший из штанов Оказывается, Тревор тупо отключился в автобусе, никакое иглоукалывание он не посещал Героя привозят в больничку и... Помните докторшу из начала фильма? Тревор с ней встречался еще и даже без пенетрации Но я вам это не показывал, ведь А. Это дико скучно и имеет нулевое отношение к сюжету И Б. Эта докторша также оказывается лишь глюком Со мной происходит что-то очень плохое С кем ты, черт возьми, разговариваешь? Я Шизик, отвезет меня домой В очередной раз оседлав автобус имени Дэвида Линча Гэгэ отправляется в швейный цех, где намедни залутал шкатулку И встречает там Пинхеда Который еще не знает, во что его превратят в ребуте А чего и такой спокойный Ты убил Керстин? Убийца среди нас. Да. Туда, мандак, заткнись! Подушечка для иголок в лучших традициях преисподней городит чушь, от которой Тревор сбегает на улицу, где встречает старого друга, который в полной мере раскрывает их тухлую схему. Мы убиваем Керстин, обставляем это как самоубийство и делим чертовы деньги пополам. Этот план отстой! Ладно, так, случился несчастный случай и ваш план нивелировался. По сути, душный вообще не при делах. Хотя, на кой черт я вообще распинаюсь, если все это может оказаться очередным галюном? Короче, насрать. Убей себя! Вообще не вдупляя, что здесь, черт побери, происходит, Тревор вновь отправляется к акапунктурщице, которая решила вздремнуть вечным сном. Как вдруг? Ты оказался в патовой ситуации. Ты же понимаешь, да? Наконец-то герой арестован. И на его месте я бы молился, чтобы хоть кто-нибудь внес залог, ибо местные копы истинные живодеры. Сегодня в реке мы обнаружили труп. Ты должен его опознать. Это моя жена. Это не она. Короче говоря, босс, сосед, как у пунктурщица и душнила, реально зажмурились, и повесить мокруху хотят на Тревора. Но перед этим ему придется опознать тело. Что вы делаете? Любишь яичный салат? А если серьезно, то этот коп, копы, являются метафорой двойственности. Добро и зло. Черное и белое. Кола и пепси. Тяжеловато. Не так ли? Да, но к счастью, всем похер. Тревор наконец-то добирается до морга, который больше похож на игровую Джеффри Даммера. Появляется Пинхит, дабы затереть очередной спич про человеческую душу и о том, как они классно бухают с Левиафаном. Но Тревору неинтересно, поэтому... И вот мы наконец-то узнаем страшную правду. И если каждый раз, когда что-то объясняет Морган Фримен, у него появляется новая веснушка, то каждый раз, когда что-то объясняет Пинхит, у него на башке вырастает очередная булавка. Короче, на самом деле Тревор был настоящим ублюдосом. Изменял жене чаще, чем срал. И действительно, узнав о наследстве, вправо на которое Керсти не хотела вступать аж 15 лет, вместе с коллегой решил избавиться от женушки, инсценировав ее самовыпил. Но в дело вмешалась магия. Я использовал тебя, Тревор. Ты был всего лишь приманкой. Каким-то космическим образом через очередного хранителя шкатулка попадает к Тревору. И судя по тому, как он агрессивно требовал Керсти ее открыть, Чувак явно знал, что за этим последует, но даже не догадывался, что Керсти с Пинхидом best friend forever. Я не уйду, пока не получу то, чего хочу. Тебя. Что если я предложу сделку? Ну давай. Керсти, как обычно, торгуется и предлагает взамен своей души пять других. И тра-та-та-та. Все убийства в фильме. Трех любовниц. Душнилы. Каждая жертва убита выстрелом в голову в упор. Совершила Керсти. И с каких пор она стала такой кровожадной? Я был потрясен ее работой. Кстати, в вырезанной сцене Пинхидт объясняет, что очень хотел до нее добраться, потому что считает, что за ней должок. Из-за того, что он вступился за нее в противостоянии с Ченардом. И, по сути, он не оставил ей выбора. Хотя, нет, это тоже не объясняет, почему Керсти из смелой и волевой девчонки, всегда готовой прийти на помощь, превратилась в Памелу Вурхиз. Ну и, собственно, приходит время опознать тело. Он мертв. Посмотрите на него, он мертв. Да, Тревор был мертв весь фильм, о чем нам пару раз толсто намекали. Вы выглядите как утопленник. Его застрелила Керсти, из-за чего машина и упала в воду, а все, что мы видели, было очередным персональным адом, ну или предсмертным, или постсмертным, хули нет, видением, учитывая то, что сам Тревор не открывал шкатулку, а некоторые люди из его трипа были на месте происшествия. А он выстрелил в себя. Почему он вдруг застрелился? Без паники. Я уверен, что копы легко докажут, что остальные жертвы были убиты из того же пистолета. А коронеры подтвердят, что характер раны Тревора такой, что он не мог нанести ее себе сам. Так или иначе, Керсти выходит сухой из воды и навсегда покидает франшизу. Итак, мы посмотрели восставший часть 6. И... Фильм очень похож на пятерку, но я бы его оценил на балл полтора ниже. Преисподняя как-то сбалансирование, что ли. Помимо галюнов, в ней была достаточно интересная детективная линия и отлично прописанный и сыгранный персонаж. Шестая часть же на 80% состоит из трипов ГГ, которые начинают утомлять уже ближе к середине. Из-за этого персонажу фактически невозможно сопереживать, ведь ощущение опасности просто не возникает из-за мысли о том, что та или иная сцена по-любому очередной приход. Главный герой сыгран посредственно. Думаю, по обзору это не особо заметно, но в большинстве сцен актер мега недоигрывает и смотрится как бревно. Финал у картины достаточно интересный, но его настолько явно умудрились проспойлерить в самом фильме, что он теряет свою искру. Это я о том, что ГГ мертв. Но твист с тем, что убийца Керсти смотрится странно, учитывая характер персонажа. В итоге мы имеем весьма среднее зрелище, которое, на мой взгляд, на данный момент является последним более-менее смотрибельным фильмом франшизы. Но с вами, как обычно, был Миша Дарко, и буквально пару роликов назад я разыгрывал вот такую вот шикарную кружку. И процесс определения победителя вы можете видеть на своем экране. Ладно, тра-та-та-та, момент истины. Выбрать случайный комментарий. Чпульк. Андрей Бойков, или Бойков Бойков, ладно, написал «Хочу кружку!» Братан, ты хотел, ты ее получил. Красиво, сексуально. Я еще раз от всей души поздравляю победителя. С ним я уже связался. И, скорее всего, к моменту выхода этого видео кружка уже улетит к нему в Самару. Но у кого не получилось победить, не расстраивайтесь, розыгрышей будет еще много с самыми разнообразными призами. Ну и напоследок, ставьте лайк или дизлайк этому видео. Также обязательно оставляйте комментарии. Это мега важно, вы даже не представляете, насколько. Ну и можете подписаться на мой Телеграм-канал. Там очень интересно. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось. Всех люблю. Всем пока. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Предыдущий тоже посмотри. Там обзор на мега-рофельный угарный комедий-хоррор Смертельный оргазм. Который расскажет историю про рок-группу, которая случайно вызвала древнее зло и превратила всех в демонов. Бля, это мега шикарно. Го смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова